В целом сегодня ГРЭС-1 работает в штатном режиме. Все отключения носят сугубо плановый характер. Что касается вчерашней аварии, то энергоснабжение в полном объеме восстановили до конца вчерашнего дня. Оперативный штаб по устранению последствий аварии возглавил Егор Борисов. Тему продолжит Юлия Михайлова. Восемь часов центральная Якутия была погружена во тьму. Исчез интернет, начались перебои со связью, на дорогах образовались пробки. В Якутске 150 человек застряли в лифтах. Их вызволяли два с половиной часа. Городская полиция была переведена на усиленный режим работы. Осуществлялась усиленная охрана всех стратегических объектов. Во избежание заторов и дорожно-транспортных происшествий на перекрестке с наиболее интенсивным движением выставлялись сотрудники ГИБДД. В целом в местах массового скопления людей на улицах города Якутска и близлежащих районах нарушение общественного порядка и ДТП с потерпевшими не допущено. В Якутске, где подачу тепла осуществляют десятки котельных, большая часть даже не успела воспользоваться резервными источниками питания. Кроме тех, что обеспечивают теплом социальные объекты. Мы благодарим население за понимание ситуации и тех людей, которые на земле работали и устраняли аварию. Мы даем должное, что предприятия с этой внештатной ситуацией справились. Энерготеплоснабжение всего центрального энергорайона удалось восстановить в полночь. На сегодняшний день станция Якутская ГРС-1, Якутская ГРС-2, они имеют достаточную располагаемую мощность для того, чтобы проходить утренние и вечерние максимумы без дополнительных каких-то мероприятий, без введения ограничений, либо без введения резервных дизельных станций в Заречи. С момента ввода Ягресс в 1970 году центральный энергорайон оказался обесточенным во второй раз. Первая авария случилась 19 декабря 2002 года. Тогда чудом удалось избежать катастрофических последствий. Та авария была более сложной, конечно, потому что тогда у нас не было резервного источника. Но делительной автоматикой Якутской АТС была выделена на собственную нужду, от чего, собственно говоря, мы и развернули систему. Сейчас у нас надежность выше, потому что у нас есть резервный источник на Якутской ГРС-2, у нас есть аварийный источник на Якутской ГРС-2. Мы сейчас достраиваем подстанцию Майя и будем иметь связь еще с АДУ-Востока. То есть еще электроэнергия может скоро на Хатамото нам поступать по новой линии на подстанцию Майя. Сегодня по факту аварии на ЕГРС-1 возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 216. Нарушение правил безопасности при введении работы. В причинах произошедшего начала разбираться специальная комиссия Ростехнадзора. Крупный энергоисточник оказался обесточенным из-за возгорания в машинном зале резервных генераторов. Но как это произошло? Выводы комиссии станут известны спустя 15 дней. Юлия Михайлова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.